МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга протерей Александр Пашков. Здравствуйте, батюшка! Добрый вечер, Михаил! Добрый вечер, дорогие наши телезрители! Да, прошу вас благословить наших телезрителей еще раз. Мир и Божие благословение пусть с нами пребывает. Спасибо, Господи, батюшка! Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема священник у вас дома. Зачем можно пригласить домой священника и как себя вести? Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, расскажите, пожалуйста, по каким случаям приглашается в дом священник? Так называемых поводов или причин бывает у людей весьма много. И как мы с вами знаем, это из опыта церкви, из истории церкви. И вот самое, что сейчас приходит сразу же на ум, это книга деяний. Там говорится о совершении на дому Таинства Святого Соборования. Если человек болен, да призовут пресвитера церковный, и молитву деют, и помажут его елеем, и так далее. То есть с первых буквально шагов церкви, которые основал Господь Иисус Христос, требы на дому, они заняли, ну, наверное, обычную часть жизни христиан. Потому что возникают, как я сказал, уже разного рода причины. Например, здесь говорится о немощи человеческой и невозможности человека самому посещать общину. Сегодня посещать храм Божий. Есть причины таковы для приглашения священника домой. Это, пожалуйста, освящение жилища вашего. И если мы пройдемся по требнику, то мы увидим там несколько таких очень интересных, для нас сегодня мало используемых поводов. Ну вот, например, молебен во время бездожди или молитвословие во время выпаса скота, или молитва совершается на копании кладезя, колодца. Много разных причин. Но вот то, что сейчас, если говорить о современной церкви, о современном мире, то священника приглашают по таким вот... Такие причины бывают это освящение жилища, квартиры зачастую, если это город, да, или если это город с какой-то частью частного сектора, то приглашают людей осветить дом, или же вот священника приглашают к болящему человеку для совершения таинства соборования и для напутствия его... Ну, как правило, бывает это в мир иной, таинством святого покаяния и причащения тела и крови Христа Спасителя. Сейчас еще, вы знаете, конечно, в требники такие вот не прописаны, скажем, какие-то вот особые молебны, но сейчас священников приглашают на какие-то, знаете, ну, например, общегородские какие-то торжества, да, мы видим по телевидению, например, освящение вновь построенного моста. На... Мы видим сегодня по телевидению и СМИ, как священники освящают корабли, там есть на освящении корабля молитва. Ну, много причин бывает, очень много бывает причин, но все эти причины, как я уже сказал, они связаны всегда с какой-то духовной потребностью, потому что священник приходит, и вот здесь очень важно всем людям уяснить, что священник — это не некий маг-волшебник, некий кудесник, что вот он что-то совершит, и, знаете, какие-то заговоры, есть определенный контингент людей, который именно так воспринимает вот эти молитвословия и богослужения, которые совершаются вне храма на дому. Батюшка, простите, вас перебью, у нас первый звонок поступил раба Божия Светлана. Здравствуйте, Светлана, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вот такой вопрос. У моей очень хорошей знакомой, значит, освященной ЦУ, которая на Пасху, постоянно взрывается. Вот она переживает, что бы это было значит, или ничто это не значит. А через какое время оно, простите, взрывается? Вот сегодня оно у нее взорвалось. Ну, соответственно, через полгода. Спасибо большое за вопрос. Да. Вы знаете, вот это вот такой вопрос из серии таких вот, наверное, вопросов. Почему вот я принес сосвященную воду, да, и она у меня зацвела? Или, например, у меня, вот вы знаете, я принес домой просфору, да, она заплесневела. Вы знаете, я ответил бы на этот вопрос таким образом. То, что благословлено Церковью в употреблении пищи, как святыня, или как какая-то праздничная трапеза, это нужно вкушать своевременно. Своевременно. И пасхальные яйца Господь всем нам дал, знаете, ну вот разум, я бы так сказал. Мы все видим, что продукт свежий он, или не очень он свежий, да, ведь с яйцом во время освящения ничего, никаких физических изменений не происходит. И кулич, яйцо пасхальное, или, например, такие особые святыни, как святая вода, или святая просфора, святой антидор, вы приносите домой, и вы должны это своевременно употребить, и не доводить вот эти освященную пищу, да, каких-то, знаете, некоторые начинают держать это 40 дней до отдания Пасхи, до следующего года. Вы знаете, я не знаю, почему они взрываются, эти яйца, мне сложно об этом судить, я не знаю, что происходит, но я не вижу здесь ничего демонического, и ничего не вижу такого, знаете, чтобы можно было это каким-то образом с точки зрения церкви это объяснить. Вот, я думаю, что, наверное, такой ответ был мой. Спасибо, Господи, Батюшка. Отец Александр, скажите, пожалуйста, все-таки, как людям подготовить свой дом к приходу священника? Здесь вот некоторые люди приходят в храм и приглашают священника, и это происходит в разные периоды. Некоторые приходят и задают вопрос, там, батюшка, мы приобрели квартиру, мы приобрели дом, были там дачи, когда ее нужно осветить? Нужно ли освещать ее сейчас или же после ремонта? Мы собираемся сделать ремонт. Безусловно, что мы можем просто до ремонта, до каких-то строительных дел совершить молебен в храме, да, или просто люди могут взять святой воды, или там спеть, там, может быть, «Спаси Господи, люди твои», или прочитать «Царю Небесный» в этом жилище, да, и с молитвой Божией начать приводить свое жилище, которое они приобрели или построили, в порядок. То есть священника приглашают уже тогда, когда оно уже обустроено, и оно употребительно для жизни людей. Приходит кто-то из этих людей в храм и подходит к священнику и просит его о том, чтобы батюшка пришел и совершил вот эту требу освящения жилища. Наговаривается на какое-то определенное время, священник приходит, здесь нет какого-то регламента, что это нужно делать только утром, днем или вечером. Бывает так, что, видите, сейчас люди связаны с работой. Одни люди работают в первую смену, другие во вторую смену. Поэтому вот иногда приходится освящать вот люди, иногда утром, утром приезжаешь. Кроме жилища, еще люди освящают свои иногда офисы, освящают какие-то предприятия свои. Ну, конечно, предприятия, это такого плана, чтобы не было там ничего, скажем так, недостойного. Ну, какие-то, может, продуктовые магазины или там люди продают там продукты, какие-то товары такие необходимые для нашей жизни. Просят всегда, чтобы осветили до открытия магазина, до открытия предприятия. Иногда, наоборот, хотят это сделать таким праздником у себя. кто-то у себя дома это желает сделать праздником, кто-то желает, значит, на своем предприятии это сделать каким-то торжеством и собирает весь свой коллектив. Некоторые люди приходят уже после работы вечером, может быть, там, после семи, восьми, ну, конечно, не ночью, это нужно идти делать. И священник приходит к указанному времени, берет с собой все необходимое для людей, что они должны приготовить. Они должны приготовить, естественно, у каждого человека, вот даже те, кто знает, не знает, должны выяснить, что вообще у каждого православного человека должны быть иконы обязательно. Неотъемлемые иконы это всегда для всех нас. Это иконы Спасителя и Божьей Матери. Крест на тель мы носим у себя на груди. То есть должен быть устроено какое-то святое место, как раньше называлось святой угол. Это не обязательно иконы должны быть находиться в углу, потому что не всегда расположение жилища, особенно современным строительством, позволяет это делать. И поставить нужно, как написано в требнике, должен быть стол накрыт, желательно белой скатертью. Это вы имеете ввиду для освещения? Для освещения, да. Стол накрыт, белой скатертью. И, значит, или у людей есть, значит, подсвечнички, потому что нужно вожать четыре свечи. Требник нам предлагает, что эти свечи значит, на четырех стенах жилища, креста на стенах, начертать крест Господень, да, и прикрепить эти свечи. Не всегда это сегодня возможно, не всегда возможно из-за того материала, в которых построено здание. и поэтому иногда приходится ограничиваться тем, что ставим четыре посвечничка, нужно какую-то посуду, в которую мы наливаем святую воду, и значит, священник еще возжигает кадила. Священник приносит с собой крест Евангелия, требник, святой елей, и совершается по чину освящения дома, читаются определенные молитвословия, жилище прежде всего окропляется святой водой, помазывается святым елеем, как раз по этим крестам, которые начертаны на стенах, на четырех стенах, и совершается кождение фемианом, с чтением псалма, читается святой Евангелие, произносится и ктеня о здравии живущих, или, например, если это какой-то предприятие или офис, о тех труждающихся, которые будут там трудиться, и завершается освящение многолетием. Но суть освящения жилища это призвание благодати святого духа на жизнь этих людей. Почему? Потому что вот многие люди иногда вот знаете много переезжают или же как-то и вот они не чувствуют такого вот знаете привязанности к дому или много работают и вот дом для них я бы наверное сказал так как в советское время знаете как семья ячейка общества так вот и квартира это вот вечером собрались поужинали да а утром опять там шесть встать на работу кто-то в школу кто-то на работу уходит и вот в субботу воскресенье уделялись даче и как-то не было такой привязанности к дому но сейчас слава богу это возвращается у некоторых людей вот в связи с тем что государство вернуло такой закон что это стало собственностью что это не является какой-то знаете вам временно в вере дано жилище а это является вашей собственностью и многие люди чувствуют себя дома приходят домой как вот например англичане говорят они говорят что когда приходят гости мы говорим как чувствуете себя как дома да как дома а у них если вот перевести они говорят чувствуете себя дома то есть это совершенно разный подтекст и многие люди чувствуют что вот это как говорят говорится в простонародье мой дом моя крепость я вот прихожу строят вот они устраивают по-своему как они это все желают и на эту жизнь пусть живет один человек или же живет целая семья много но мы должны на это место призвать благодать Божию и вот благодать Божия должна содействовать людям в их жизни где они проводят свой отдых где они создают семью молодые семьи взрослые поколения вот во всем мы призываем вот если говорить о требах то самое главное в требах это призвание благодати Божией призвание самого Творца чтобы он благословил спасибо у нас снова звонок раба Божия Валентина здравствуйте Валентина вы в эфире мы вас внимательно слушаем здравствуйте здравствуйте батюшка здравствуйте ведущий здравствуйте да да задавайте ваш вопрос я Валентина в Волгоградской области у меня вопрос немножко непосимо простите меня но для меня это очень важно решить к батюшке вопрос почему недопустимо коленопреклонная молитва после причастия Спасибо, Господи, за вопрос. Вы знаете, что это вот, я бы, наверное, сказал, нигде не прописано это. Нигде не прописано. Есть, скажем так, какие-то уставные определения, да? Есть уставные определения. Мы живем по уставу церкви. А есть, скажем так, в каждом приходе какие-то свои благочестивые традиции. Вот о чем Раба Божия сейчас как раз и сказала, что это вот одна из распространенных, я бы сказал, благочестивых традиций. Но я бы, наверное, сказал вот сейчас о чем. Есть тот период, когда нам церковь, скажем так, прямо не благословляет в класс земные поклоны. Это со среды Страстной Седмицы, вернее, вот с того времени, когда заканчивается Божественная Литургия прежде священных даров, там выходит священник или епископ со священниками на солью и совершается три земных поклона с молитвой преподобного Ефрема Сирина и до праздника Святой Троицы, то есть Дня Святой Пятидесятницы, когда читаются после уже Божественной Литургии, на Великой Вечерней, так называемые коленно-преклонные молитвы. Но в уставе церковном четко прописано, значит, написано вот по поводу Страстной Седмицы, значит, с этого дня, вот со среды прекращаются, значит, коленно-преклонные, земные поклоны. И там написано, кроме земных поклонов у Святой Плащаницы. Плащаницы мы выносим в пятницу, да? В субботу мы совершаем Божественную Литургию, и некоторые люди в силу своего благочестия, как правило, всегда, когда подходят к Плащанице Господа Иисуса Христа, делают земные поклоны. Второй момент, когда выносят крест. Мы можем видеть, как это делают священнослужители после, хотя он выносится всегда на вечерний, то во время полилея на утренний, скажем, если уже говорить все строго по правилам, он выносится на утренний после Великого Словословия, например, на воздвижение, или в крестопоклонную неделю. Всегда он выносится после Великого Словословия, износится на середину храма, и там совершаются земные поклоны. С пением Кресту Твоему поклоняемся Владыке и Святое Воскресение Твоей поем и славим. Люди и священники, совершая, например, божественную литургию на следующий день, священники также и епископы, причастившись к святых христовых тайн, после божественной литургии исходят на середину храма, воспевают тропарик к Кресту Господню, кладут земные поклоны. Понимаете, есть всегда какие-то исключения из правил. И, например, если человек вообще сам по себе земной поклон, это что такое? Это покаяние человека. Покаяние. Вот мы должны это всегда усвоить и должны понимать. это не то, что вот какое-то глубокое смирение или какую-то честь мы воздаем. Что вот в этом поклоне заключено-то, да? И когда человек причастился к святых христовых тайн, то Господь уже находится в его сердце. То есть он уже совершил свой земной поклон, если он желал, значит, во время таинства святого покаяния. И уже он находится в радости, он находится в ликовании. И здесь уже, по сути, наверное, неуместно класть земные поклоны. Вот, собственно, поэтому. И многие христиане придерживаются этой практики, то есть не кладут земных поклонов. А есть, опять же, подчеркиваю, исключение из правил, когда мы делаем земные поклоны в знак особого, опять же, благоговения перед той святыней, которую нам дает для поклонения церковь. В частности, вот, пожалуйста, святая плащаница, крест Господень. Поэтому здесь нужно учитывать и знать, что такое поклон, для чего он делается и когда он делается. Но, например, вы, вот, иногда задают мне такой вопрос. Хочу маленькую такую вставочку сделать. Люди поехали, например, в какой-то монастырь. И там есть святыня. И вот они пошли, поисповедовались, причастились. И, как правило, после божественной литургии открывают мощь для поклонения. Вот делать там земной поклон или не делать? Если вы сделаете там земной поклон, например, перед мощами преподобного Сергия Радонежского или Серафима Саровского, или, например, святителя Тихона, нашего патриарха московского Донского монастыря, никакого греха у вас не будет, понимаете? Поэтому вот здесь нужно четко знать, где, когда. Но если уж у вас какой-то вот порыв перед какой-то вот иконой, вы или, опять же, перед какой-то святыней есть, вот порыв духовный сделать, земной поклон, выразить свое, уже здесь, наверное, не покаяние, а свое какое-то особое сугубое благоговение, пожалуйста, никакого греха в этом совершенно не будет. Спасибо, Господи, Батюшка. Скажите, пожалуйста, а в каких случаях необходимо освящать жилище? Вот, допустим, после смерти кого-то из родственников необходимо освящать квартиру или нет? Ну, начнем, наверное, с того, что есть молитва на создание жилища, то есть, если попросту говоря, на постройку дома. Мы находимся в современном мире, да, и когда списали требник, да, то тогда такого понятия, как многоэтажные, многоквартирные дома, конечно, такого не было. Были дворцы, да, и, конечно, когда закладывался, например, если это был православный правитель или православный богатый человек, то приглашалось там, как правило, это всегда все было торжественно, какое-то количество духовенства с хором, и вот приходили, освящали закладку этого, значит, дома, там читается молитва на основании дома, и когда все это было готово, то тогда приходили, опять же, священник, вот до революции, например, ходили, да, священник, диакон, псаломщик, а в каких-то особо торжественных случаях, конечно, даже и хор еще брали, поэтому вот какие-то особо почитаемые люди, значимые люди, или какой-то дворец вот освящался. Сейчас мы живем несколько, мы должны всегда учитывать все-таки условия современного мира. Если это частный дом, то, конечно, всегда нужно после того, как вы построили, нужно обязательно, как я уже сказал, призвать благодать Святого Духа на это жилище, чтобы в этом жилище, там все в молитвах написано, мы призываем благодать Божию с пожеланием людям мира, добра, процветания, приумножения семьи и какого-то имущества, то есть всего самого доброго. В общем, все это завершается пением много лет, как все люди православные знают это, и теперь уже и не православные даже знают это, вот это такой гимн «Многое лето». Иногда у людей случаются какие-то трагедии, понимаете, то, что, наверное, может осквернить это жилище. Ну, вот вы произнесли, да, смерть близкого человека. Нужно ли освящать после смерти близкого человека? Мы давайте все-таки подумаем о том, что если это был человек, скажем, верующий, православный, жил православной жизнью, что такого, собственно, произошло, вот какое осквернение, какой ужас и что-то ужасное произошло в этом доме? Я, например, ничего не вижу. Если же какая-то произошла, конечно, трагедия, не дай бог там я, убийство какое-то, ну, вот, например, ограбление, вошли люди, совершили какое-то зло, какое-то насилие, безусловно, здесь уже было какое-то присутствие демонических сил. Конечно, нужно пригласить, наверное, священника, и чтобы священник все-таки совершил чин священия. Хотя в таких случаях, но здесь, наверное, вот люди, когда приходят, да, и приглашают, здесь люди хотят и призвать благодать Святого Духа, и хотят, знаете, вот какой-то божественной помощи и вот в лице священника, что вот он придет, все это сделает, какого-то все-таки вот утешения, наверное, вот здесь, здесь. А если говорить о практике, то, которая вот была, опять же, в дореволюционный период времени, до 1917 года, то было такое время, нам церковь определяет, когда мы празднуем крещение Господне, это 19 января, по новому стилю, совершается в храмах в Сочельнике, и в сам день крещения Господа нашего Иисуса Христа, великое освящение воды, люди берут эту святую воду, они ее испивают, эту воду, да, омывают свое лицо и приносят ее домой, сейчас кто-то сам, а вот если это были небольшие селения, да, или даже какие-то села, то обязательным образом приглашали священник, там, в какой-то день, да, он приходил в этот двор, да, в этот дом, и он освящал, окроплял святой водой, с пением, тропаря вот этому празднику, то есть было призывание благодати Святого Духа, но это не является, это не заменяет молитвословие, которое называется освящение дома, но окропляется жилище, окропляются люди, поэтому вот здесь, опять же, все, вы знаете, в жизни церкви, я вот, когда люди приходят, скажу... Простите, вынужден вас прервать, потому что звонок у нас на линии, чтобы зрительница долго не ждала. Здравствуйте, Фатиня, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшка, вот у меня такой вопрос уже давно, вот можно ли приглашать домой священника, не только с целью освящения квартиры, а вот просто для беседы, вот, ну, допустим, тоже чай пить, вот для беседы с детьми, вот, или это только в условиях храма, вот, а вот так вот, чтобы вот на дом как-то, можно ли это... Спасибо большое за вопрос. Я бы с... С Фатинией, да? Добрый вечер, Фатиния. Я бы, наверное, ответил так на этот вопрос. Здесь нужно обозначить цель. Для чего пригласить священника домой? Если он не связан какой-то исполнением обязанностей той либо иной требы. В принципе, вот сейчас, да, я бы сказал так, ну, может быть, я сужу вот по городу Санкт-Петербургу, вот, в Москве священников достаточно. Храмов, конечно, вот и само наше священное начали, оно это видит и говорит об этом, что храмов, конечно, недостаточно для людей. Людей, почему? Потому что мы всегда, когда говорим вот о посещении храма, то мы всегда вот как-то вот в нашем сознании мы учитываем людей, тех, которые могут сами свободно передвигаться или на автомобиле, или на общественном транспорте. Мы забываем о тех людях, которые, для которых посещение храма, особенно если там ехать на общественном транспорте необходимо, это, как у меня один знакомый говорил, это целое дело. То есть человеку вот пожилому встать, еще с какими-то немощами, болезнями. Да, конечно, здесь нужно, наверное, вернуться к вот тем добрым пожеланиям и задачам, которые ставит перед нами святейший патриарх Кирилл, да, что стало таким уже словом, понятным, да, в пошаговой доступности. Но сегодня у людей с, если говорить, вот живых, в свободном передвижении всегда есть возможность посетить храм Божий. Всегда есть возможность. А в центре города храмы постоянно открыты, и там дежурит ежедневно священник. И священнику можно, как я всегда говорю людям, что вы приходите к священнику, вы не должны бояться священника, не должны бояться священнику задавать абсолютно любые вопросы, ну, скажем, кроме каких-то вообще, вот, которые за рамки выходят. Вот, где, может, какая-то грубость, неловкость возникнет. Конечно, такого нужно избегать. Хотя, вот, жизнь человека, она очень многообразна, и, вот, слава Богу, что сегодня приходят люди и преодолевают себе вот этот барьер, и они идут к священнику. Кого-то смущает молодость священника, кого-то еще ничего это не должно смущать. Вы приходите в храм, и, пожалуйста, можете побеседовать, можете пообщаться. В частном, в данном случае, вот, я бы это расценил все-таки как частный случай, потому что люди обращаются иногда к священнику, вот, приглашают, но довольно вот это редкая просьба. Если вы знаете, например, священника, он вас хорошо знает, вас лично или вашу семью, ну, почему, может быть, и не пригласить, почему, может быть, там не побеседовать, почему, но все-таки вы должны еще понимать, когда вы приглашаете священника домой для беседы, что нужно учитывать то, что многие священники, они, вот, знаете, ну, не 24 часа они заняты, ну, достаточно много времени, и расписание, скажем так, такое достаточно интенсивное. Может быть, нужно подумать о том, чтобы других как-то не ущемлять в этом общении. Может быть, вы соберитесь там на неодна дома, например, там, если ваша семья, пригласите, может быть, родных, близких или своих друзей. Конечно, это будет как малая такая община. Священник придет с вами побеседовать. У вас, возможно, какое-то чаепитие. Почему нет? Я думаю, что уместно. Спасибо, Господи, батюшка. У нас снова звонок раба Божия Алла. Здравствуйте, Алла, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущая. Я хотела бы спросить. Да, мы вас слушаем. Я хотела бы спросить. В отношении освещения дома, мне как-то сказали, что нужно освещать ежегодно дом. Вот насколько это справедливо, я хотела бы знать. Спасибо большое. Да, мы вот сейчас как раз говорили на эту тему, что освещать ежегодно дом нигде на мустав церкви не предписывает. Существует две молитвы. На основании дома, на освещении дома. Если произошли, еще раз говорю, какие-то тягостные или какие-то оскверняющие события в вашем жилище, пожалуйста, пригласите священника, и он осветит ваш дом. И ваша душа будет спокойна, и вы вместе с ним призовете благословение Божие, и Господь вновь посетит ваш дом, и будет вам сопутствовать, покрывать вас своей благодатью. Спасибо, Господи, батюшка. Хотелось бы успеть с вами поговорить о случаях, связанных с немощью и с болезнью. Вот если нужно причастить болящего или пособоровать, каким образом подготовить дом больного, какие-то, может быть, атрибуты? Я, прежде всего, вот касательно вот этих треб, хотел бы обратить сугубое, очень пристальное внимание людей, которые являются верующими, или же которые, может быть, не совсем являются верующими, но у них есть родственники, да, или близкие им люди, которые нуждаются в исповеди и в причастии, лежачие, больные, да, больные люди смертельной болезни, вот, например, которые не могут передвигаться. Поэтому здесь вот нужно обязательно подчеркиваю о своевременном приглашении православного священника. К сожалению, и по сей день бытует такое мнение, что если священника приглашать причастить, люди там не учитывают и исповеди, причастить больного, это все к смерти обязательно. То есть, как будто бы священник придет, причастит, и завтра человек умрет. И люди, которые не вполне понимают это сами болящие, так это зачастую воспринимают, и их также родственники. Я всегда спрашиваю людей, и всегда говорю, и любой священник это должен делать, в каком состоянии находится человек. Человек обязательно должен быть в ясном, здравом уме, чтобы он смог участвовать в таинстве святой исповеди, и чтобы он осмысленно причастился к святых христовых тайнам. С человеком, который находится без сознания, это совершать невозможно, потому что мы причащаем, все знают, частицы и тела, и крови Христа Спасителя, уже у человека отсутствует глотательный рефлекс, это сделать просто невозможно. Бывали в моей священнической, хотя и редко, но в практике было такое. Я начинал служить, и я помню, пригласил, пригласили меня люди, нужно, тогда храмов было мало, это в начале 90-х годов, я отправляюсь, значит, из метро Владимирского собора в район гражданского проспекта еду, в общественном транспорте, после благослужения везу с собой частичку, все, приезжаю, заветом людей спросил, человек находится в сознании, да, в сознании, я прихожу, и я первым делом всегда смотрю, что возможно ли это, если, знаете, вот так просто выразиться, технически совершить, да, вот это, и я вижу, что человек лежит без сознания, и, значит, уже какие-то предсмертные у него дыхания, и вот он скоро отойдет. Правда, по юности своих лет я немножко даже возмутился, и смотрю, нарастает такое напряжение, то есть люди начинают чуть ли не обвинять меня, как это так, вы, батюшка, пришли, и вы сделать ничего не можете. Я им говорю, как, где же вы были? Я же вас спросил, что с человеком, как это, как это нужно сделать на дому? Возникает, знаете ли, конфликтная ситуация, прямо буквально на глазах. Причем они, видимо, собрались, вот эти люди, уже, наверное, они знали, что происходит, и попрощаться с ним, потому что, я смотрю, полная комната этих людей, родственники там, и причем, я не знаю, близкие, дальние, и вот я стою, один среди них такой, и думаю, господи, что же мне теперь делать-то? Что делать? Ну, тут я как-то спохватился, и вспомнил, даже ввиду вот этого, какого-то напряжения внутреннего, вспомнил, думаю, что есть же канонный исход души, и отходная молитва. И тогда уже я говорю людям о том, что, я говорю, вы знаете, что причастить, к сожалению, уже невозможно, потому что, вот я им объясняю, что это вот человек должен проглотить, вот, вот, святыню, они это видят, глотательный рефлекс, я говорю, уже отсутствует, человек глотать не может, ну, вот они как-то стали смягчаться, и вот я облачился, взял, значит, патриасный крест, и Петрахиль поруч, стал читать канон, значит, на исход души, вижу, что человек, да, уже Господь его призывает, вот, к сожалению, без таинства покаяния, без таинства причины, защищение, но, вот, то ли молитва, вот, уже так, видимо, подействовала, но, смотрю, народ как-то стал утихать, 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 как-то смягчились, вот, я помолился, все, я говорю, ну, так, и так вот мы как-то миром разошлись, поэтому, обязательно, родственники, и опять же, подчеркиваю, будут они верующие, или не очень верующие, но, если вас кто-то просит пригласить, священник, вот, в силу каких-то своих немощей, причастить на дому, обязательно нужно учитывать то, чтобы человек мог сам сознательно участвовать в этих таинствах, таинстве покаяния, таинстве святого причащения, обязательно, это вот самое необходимое, поэтому все, вот, кто сейчас смотрит телеканал, смотрит передачу, обязательно должны это уяснить, не доводить до последнего, совершенно недавно у меня был такой случай. Батюшка, простите, попрошу вас этот случай рассказать после того, как мы ответим на вопрос. Здравствуйте, Ирина, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, здравствуйте, батюшка, у меня такой вопрос, когда пригласили батюшку домой, после... Алло, вы меня слышите? Да, 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 мы вас слушаем. Как отблагодарить батюшку? Он потратил силы, время, делал доброе дело. Как батюшка отблагодарить? Спасибо, Господи, за вопрос. Ну, вы знаете, что, конечно, хороший такой, добрый вопрос, практический вопрос, и чувствуется, что он от души задан нашей телезрительницей, вы знаете, вот мне не очень нравится какое-то, знаете, вот такое слово, да, что ли, такса, оплата. Приз-курант. Приз-курант. Как-то не очень, ну, как-то не очень уместно, да. Сколько вам, батюшка, дать денег, да, или что-то вот такое. Вы знаете, я бы, наверное, ответил на этот вопрос так. Главное, чтобы это было от души. Чтобы вы знаете, чтобы ваше сердце и ваша душа, ваше отверстие, рука, была, вот, знаете, с таким добром подавала вот то, чем вы можете отблагодарить священника за совершение той либо иной требы. Но, еще раз обращаясь и говорю, вспоминая свою практику, были в моей жизни абсолютно разные случаи. Бывали иногда больше, давали какую-то денежку, кто-то давал копеечку какую-то, кто-то, может быть, какой-то сувенир давал, кто-то еще что-то. Ну, скажем, в основном копеечку дают какую-нибудь. Больше, меньше. Вот, опять же, вспоминая, говорю, свою такую священническую юность, я помню даже так, меня рукоположили, мне было 23 года, вот, я начинал свою жизнь, как-то, тут семья. Все должны понимать, что священник, как я иногда людям говорю, он, знаете, у него нет персонального облака, вот, где-то он на облаке прилетает, и куда-то он улетает, вот, мы его видим в храме, нет, он также нуждается в пище, он нуждается в одежде, и он нуждается, ему заправить автомобиль, нужно оплатить коммунальные услуги, поэтому, вот, вопрос здесь оплаты какой-то должен быть все-таки, не нужно какой-то таксы, или еще что-то, чего, вот, это вот так, вот так, нет, главное, что-то было от души, от души это было, вот, вы захотели поблагодарить батюшку, пожалуйста, потому что священник любой, когда, вот, вы же, вы знаете, как есть, как нам говорит церковь, что у Бога нет лицеприятия, да, то есть мы не должны смотреть на лицо, на одежду человека, вот, человек приходит, у него есть нужда вот в этом, да, и священник должен идти и по желанию этого человека совершить, там, я не знаю, там, если нуждается болящий, там, исповедовать, причастить, или осветить квартиру, более радостное событие, кто-то приобрел машину, может быть, приехал к храму, да, там осветил, осветить, но, вы знаете, есть такое, да, в жизни священника, мы, священники, еще раз подчеркиваю, живем на пожертвование верующих людей и должен также верующим людям сказать, что обязанность общины содержать своего священника, это их обязанность, поэтому, вот, я бы, наверное, ответил на этот вопрос. Спасибо, Господи, батюшка. А вы также хотели рассказать какой-то случай, связанный вот с болящим человеком на дому? А, совершенно недавно. Я служу в соборе и уже вечером, и звонит мне мой, значит, близкий, мой друг, и говорит, что так, так, и так, вот, только были совершенно недавно на даче, бабушка у меня, говорит, умирает, пожилая, все, такая трагедия. Я говорю, ну, знаешь, что я вот сейчас служу, закончу службу, где-то в районе восьми, я смогу поехать после службы, немножко совершенно в другой конец города, и я, говорю, ее причащу. Она говорит, знаешь, говорит, ну, мы так близко общаемся, она практически уже при смерти. Я приезжаю, он говорит, ты подожди меня, там, значит, около дома, я пожду его. Он, знаете ли, в таком уже трагическом состоянии. Я все взял с собой необходимое. Поднимаемся мы в квартиру, там вот, значит, его мама, уже вот люди готовятся к покойнику. Я бы вот прямо оценил вот эту ситуацию, эту обстановку. Поднимаемся мы туда, я вижу действительно, действительно, бабушка пожилая, очень тяжело дышит. Я говорю, вы мне слышите иногда, я вас слышу. Ой, батюшка, как хорошо, что вы пришли. Вот я совсем за не могла, все, что ж это такое, ой, 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 ой. Ну, я, наверное, помру, плачет, я ее пытаюсь как-то успокоить. Ну, все, сказал, приготовили столик, я, значит, достал дароносицу, зажег свечу, все это, значит, все достал необходимое, чашу переносную, ну, все читаю, значит, молитвы, значит, все поисповедовал, причастил ее. И уже, знаете, ухожу я с такими, и сам вижу, с такими мыслями, думаю, да, они говорят, ну, как так, разводят руками, ну, как так, так вот буквально, вот мы вот ее там день-два назад привезли с дачи, она там ходила, с внуком там общалась, была радостная, все такое, как так вот, что с ней так, и, говоря, зашло. Ну, я ее, первый раз, честно говоря, видел, ну, думаю, да, действительно так, ну, я думаю, слава Богу, что удалось мне ее причастить, а ему, тоже у нас один общий, друг, тот позвонил ему сначала, и он говорит, да ты что, ну, звони отцу Александру, и обязательно ее причастите, мало ли, чтобы она, вот, немножко более такой поцерковленный парень, и вот я рад тому, что все это совершилось, думаю, с чистой совестью, вот бабушка, ну, вы знаете, что теперь, что бы ни произошло, но, говорю, с чистой совестью, она пойдет к Господу, в мир иной, все то, что нужно было, самое главное, то есть, мы уже все это совершили, я звоню на следующий день, я что-то, я говорю, а, я даже, или что-то, а, вечером, по-моему, мне звонит, я приезжаю домой, часово, это было уже, сейчас я ехал где-то от собора, пока причастил, часово, одиннадцать или полдвенадцатого, мне звонит, это мой близкий мне товарищ, говорит, ты знаешь, говорит, что, бабушке лучше стало, знаете, я такое, у меня ощущение, что мне же как-то неудобно, даже стало, но я, конечно, рад, что, что, вот, я просто для всех телезрителей хочу сказать то, что к священнику, вот, когда приглашают к болящему, это не значит, что он умрет, нет, может быть, совершенно по-иному, и вот, слава Богу, вот, уже прошло, ну, наверное, уже месяц прошел, и бабушка эта жива, по-моему, даже вставать с постели стала, ходит, общается с внуками, со своими родами, родственниками, пожилой человек, вот так происходит по воле Божьей, понимаете, я ему говорю, ему просто говорю, вот смотри, что происходит, а он врач сам, я говорю, вот смотри, что делает, вот действительно, вот чудо Божье произошло, он, все, врач, они сам, даже, по-моему, я не знаю, скорую вызывали, что, ну, я говорю, до утра не дотерпит, я говорю, наверное, вот, вот, может умереть, такие вот вещи происходят. Спасибо, Господи, Патюшка, очень трогательный рассказ, осталось буквально, может быть, пара минут у нас, прошу вас благословить наших телезрителей, и, может быть, еще пару слов в назидании. Вы знаете, дорогие братья и сестры, верующие люди, воцерковленные, и не очень воцерковленные, те, кто, может быть, и неверующие, вот сегодня включили телеканал, может быть, случайно, и, хотелось бы мне вам пожелать, знаете, прежде всего того, что, если что-то я вам сказал сегодня доброе и полезное, и прояснил какую-то ситуацию, я, конечно, буду рад этому и счастлив, это прежде всего. Во-вторых, когда вы нуждаетесь в священнике, сократите этот барьер, прежде всего, психологически в себе. Это бывает, особенно для людей, знаете, вот взрослых, пожилых, очень тяжело сократить этот барьер. Люди, особенно, которые, вот, были преподавателями, например, вот они как-то вот стесняются, или же, иногда, знаете, я прямо скажу, иногда какая-то гордыня не пускает. Ну, как так? Понимаете? Как вот мы же, вот какой-то статусом или обществом. Не нужно бояться священника, не нужно смотреть на его возраст. Если вы нуждаетесь в Боге, то священник, как его служитель, я все-таки учитываю только самые положительные, вот, какие-то истории, события, обстоятельства, всегда постарается быть участным в вашей жизни. Вот это мне хотелось бы самое важное пожелать вам. И, конечно, пусть, конечно, милость Божия, благодать Божия посредством треб или посредством молитвословия, к чему мы, собственно, обращаемся, она всегда нам сопутствует. И пусть Господь всегда присутствует в нашей жизни и ведет нас к радости, к спасению. Спасибо, Господи, Батюшка. Всех вас тоже. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что сегодня с нами был клирик Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга протерей Александр Пашков, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»